Ребят, нормальная ситуация, еще раз. У нас здесь куча мусора, его скоро заберут, ничего страшного. Здесь отдыхают у нас люди, и впереди Таймсквер. Вот бэкстейдж продажи гамбургеров, сосисок, хот-догов. Это так именно выглядит с задней стороны, а вот так люди подходят, заказывают. Кстати, лампочки висят LED, а прошу обратить внимание, энергосберегающие. Вот такой киоск содержать на Манхэттене, где-то в центре, в районе или в самой Таймсквер. Я думаю, что 1030 в месяц он платит арендой, но и зарабатывает неплохо. Может быть, я переборщил с 30, но 15-20, я думаю, что он платит в месяц. Где-то так. Ну, я, кстати, это не из воздуха беру, мне тут как-то совсем недавно предлагали поставить пару таких ларьков. Стоило это 30 тысяч просто, чтобы поставить. Тем самым мы приближаемся к 12 где-то ночи. 8 секунд осталось, я успею, Серёг. И народу всё больше и больше и больше. Что же будет на Таймсквер мы узнаем только через какое-то время. Звук как от мотоцикла. А на самом деле это была, по-моему, BMW 6. М-ка какая-то. Мы не можем пройти по пешеходной дороге, почему-то весь поток идёт напротив нас. И на той стороне тоже. А мы идём наоборот в сторону Таймсквер. Может, прибавим хода, нет? Да, Серёга, если мы прибавим хода, я ничего не сниму. Куда мы с тобой пробежим туда, до точки? Серёга всё куда-то спешит. Куда-то бежит. Видите, он здесь живёт уже 8 лет. Да понимаешь, что жарко, мне тоже жарко. Просто ты живёшь здесь 8 лет. Тебе это всё неинтересно. Ты это видишь каждый день. А мне ж главное снять, мне ж главное показать, атмосферу передать каким-то образом надо. Что здесь тесно, что здесь плечами время. Несмотря на то, что время уже почти полночь, здесь вон что происходит. Ты в Hard Rock хотел? Хотел. Где Hard Rock? А, мы в Hard Rock пришли. Пойдём? А вон там в армию провоцируют людей идти. А здесь реклама самая дорогая. А где Понарина? Где Понарина показывали, что он с Нью-Йорк Рейнджерс подписал контракт? На седьмой. А мы где? Там висел. Мы же на седьмой. Ниже. Ну да, на седьмой, но ниже. На тридцатом. Мы на сороковой. А, там где играют они? Мэдисон Скоргард. Мэдисон Скоргард. Они включили его фотку. Ну да, на весь большой экран. Артемий. Артемий, ставь лайк, если ты нас смотришь. Давай, Серёга, просто хардрок зайдём, просто там отметиться. Я очень хотел хардрок. Я не знаю, ребят, я не популист, но мне очень хотелось туда зайти. А почему мы идём в какое-то заведение, где одежду продают? Хардрок-кафе. А почему там одежду продают? Всех хардрок-кафе одежду продают. А, окей, я не против. Может, это выход? Ну вот. Так, нас особо мерч не интересует. Здравствуйте. Здесь есть мяечка. ХБ. Сколько стоит? ХБ. Нью-Йорк, надпись, хардрок. Очень... Цена, нам интересна цена. Цена. 52. 52? 3000 рублей. Или сколько это? 3500. Меньше. Это переносимо, в принципе. Да? Эти деньги можно потратить. Люди любят однополые браки, пожалуйста, вот такие вот вещи. Серый, давай этот мерч не будем обзор... А, давай, вот. Рюкзак. Рюкзак красивый. Рюкзак невынецаемый. Сколько стоит нам цена интересная? С подзарядкой. С подзарядкой. С дыркой для подзарядки, скорее. Я не знаю, цена. Ну, смотри, вот эта стоит сумка 39,50. Цены нет. Безценных сумочка из хардрок-кафе. А где сам... Я хочу в хардрок-кафе. Я уже, в принципе, в двух шагах от него. Не переставай снимать, тут будет что снять. Люди сидят на ступеньках. А это очередь? Я не знаю. Да, они сидят сидят, чтобы зайти. Ну, а как мы? Ты приходишь, говоришь, что ты хочешь зайти, тебя записывают. И когда освобождается место, тебе приходит смс. То есть реально это люди сидят, которые хотят зайти? Подожди, а мы почему-то вот заходим без очереди. Ну, мы зайдем в музей гитар, будем там заниматься. А, музей гитар. Пойдем в музей гитар посмотрим, Серега. Здесь не только гитара. Здесь еще и есть туалет и мотоцикл. Какой-то старый мотоцикл. Мотогузи. Ты знаешь, Мотогузи мотоцикл? Что, да. О, Пол Маккартни. Смотри. Фрэнк Синатра. Тони Беннетт. Тони, ага. Беннетт. Не, вот, Пола Маккартни, гитара, смотри. Бас-гитара Пола Маккартни. Ну, тронешься. Ну, да. Ценности 0. За стеклом. Ну, Коля. Не, а есть гарантия, что он на ней играл? Да. Ну, как? А как бы и не повесить. Вот, читай. Чуть читай, я тебе на заборе тоже напишу, читай. Кейт Ричардс. Джимми Хендрикс, смотри. Вот это его гитара. Ну, если им верить. Джон Леннон. О-о-о, куртка Боба Дилана. А он, видно, смотри, боялся замерзнуть. А это чья? Джордж Хэррисон. Не знаю, кто такой. Сейчас, наверное, нам дизлайк за это поставили. Ну, ничего. А, да, я не боюсь дизлайков. Че, по мне видно, что я дизлайков боюсь? Тодис, Лемон Хеттс, Эверклир. Клир, это чистота, кстати. И наклейки старые. Сейчас истинные ценители музыки, рокового направления вообще расстроились. Смотри, плакат Элвиса. Элвис Прэн. Какой-то год, 100%. Не, ну это оригинально, я думаю. И вот это оригинально. Фрэнк Синатра, Дэн Мартин, Сэмми Дэвис, Питер Лейфорд и Джоу Бишоп. Ты знаешь, Фрэнк и Синатра здесь? А? Или вот он. Не, вот это, конечно. Но не похоже. Фрэнк, братуха. This little town blues. Так, а дальше что у нас? Это корпуса гитар. Когда-то были гитарами. Серега, а дальше-то что? Что? Ну почти зайдем. Ресторан, бар, пойдем. Ребята, вот сейчас с нами в онлайн просто пытаемся пройти в Ханрдог крафе. У нас в принципе это получилось. Может я тебя обманул еще тех ребят, которые... Ну я тоже так думаю. Давай просто за бар сядем. Слушай, а это кто? Элвис Пресли. Серега. Они говорят, что это костюм Элвиса Пресли. Я его в черном не видел ни разу, хотя посетил его все концерты. Я просто пытаюсь быть серьезным иногда. А я не знаю, а кому нужен? Серега, на ютюбе серьезный знак. Ты когда включаешь камеру, ты другой. Ты что, живет? Поэтому я другой тип подыгрываю. Хай-фай. Да ладно, да я... Ребята, он придумал. Я такой же, как и с вами. Везде. О, смотри, видишь кадр? Ну и что? Ты видел мою обложку на моем ютюб канале? А у тебя на ютюб канале этот кадр? Сейчас подожди, по-моему, да. Это самая-самая-самая хитрая интеграция, которая только могла быть. Стой, 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 стой. Я... Серега, Серега... Здесь Моу-сервис. Серега на канал ничего не снимает, но ссылка на него в описании. Ну, слушай, Моу-сервис... У меня вот эта вот херная коричина. Да. Я не помню, я его лет пять назад задавил, в чем у меня руководства. Ты веришь, что это костюм LVS Pressler? Ну, я верю. Почему нет? И ты хочешь в это верить или ты веришь? Я не заморачиваюсь мыслями, что это не костюм LVS Pressler. Я верю в то, что это костюм LVS Pressler. Ну, давайте вместе, ребят, увидим, что это костюм LVS Pressler. Я тебе могу вот просто взять, вот место LVS Pressler написать, это костюм Пушкина. Окей, хорошо. Это костюм Пушкина. Ну, мне просто это не цепляет никак. Ну, у меня есть пресня. Мы не можем места здесь найти, ребят. Вот так Hard Rock Cafe выглядит со стороны. А, вон бар еще один. Так, тут много баров. Но это полное, Hard Rock Cafe полное. Нам столик не нужен, нам надо было просто на 10 минут... Снимай, 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 снимай. О, ребят, в Hard Rock Cafe, посмотрите. Лена летучая, ты где? Посмотри, что происходит. Тебя здесь не хватает. Это гитара Линкен Парк, вся расписанная всеми авторами, всеми участниками группы со сломанным грифом. Тут написано, что Линкен Парк, взобода Линкен Парк, взобода Линкен Парка, взобода Линкен Парка. Это линкен Парка, взобода Линкен Парк, взобода Линкен Парка. Вот, ребят, стоп и переводим. Август 2008 августа, Вагая 2004. Видимо сломали эту гитару и она осталась в Hard Rock Cafe. группа корм очки здесь конечно теме и в конце я не все снимал ребят потому что много всего было серёга снимал больше или меньше в конце у нас группа beatles тебя при beatles какая песня сразу вот это а у меня не умеет что значит от нью-йорка группа что-то все что связано с нью-йорком даймана там синего но тут продолжается просто одежда какая-то этих суши ни одного рома зверя нет рома зверь здесь получу ранды mc смотри он славерам дэнси арома зверя нету не ну я думаю что да просто пройтись можно а чтобы посидеть вот огромная очередь или места где можно на них и звали да пойдем туда серы туда сюда просто да я говорю тут надо занимать очередь или заранее или вот волосы в онлайне сидеть там наверху и вот они сидят ждут когда их позовут все правильно ты говорил серёга а узари какое солнышко с сигаретой впереди мы чисто ребят ходим по-американски себя ведем в кадр влазим и людям это нравится по-американски они же любят в кадр влазить не мы по их мнению не это все весело воспринимается это все похвально это все одобряют после все так они предлагают не игру билеты на комедии фотографии монтаж иисуса а это она иисуса показывает нет она не продает она скорее всего призывает куда-то в свою какую-то церковь где ты меня хочешь я хочу купить обувь я хочу там есть олдэви соли серёг там есть олдэви мы волны вещи зайдем я не знаю просто если там обувь но рядом есть другие магазины и я куплю себе новую обувь а эту выброшу потому что мне в ней очень больно ходить художники налетели маленькая картинка 115 средние 20 и большая вон-то 30 долларов и он может нарисовать это все при вас подручными средствами вот типа вот железного человека например у так рисует ты чё хочешь отдохнуть а мне тоже можно я хочу но вот так выглядит тайм-скверт вылочки тайм-скверт с мест художников нам разрешили того кого рисует художник слева сидит курит ну как сюда садятся люди которых рисуют а это веган веган идет видите призывает не есть животных цыплят куриц видите показывает что с ними происходит мы свою очередь подбираемся все ближе и ближе к сердцу тайм-скверт там где лестница там где снимали клип джей-зи я лично кис поля стоял в майн я могу сейчас какие-то слова неправильно говорить но это простительно потому что здесь очень душно много людей я немножко растерян и все я пошел при себе какую-то обувь я именно ребят в таком случае сменит меняю себе обувь когда уже не в моготу сейчас я себе куплю какие-то скетчерс 70 долларов это по моднее надо я же блогер у меня должно быть все помоги слушай я же блогер да ну по идее я же должен типа в педали хороших ходить до 1 до 1 до 1 до 1 я попрос вам на твенти видите подходит прям скетчерс магазине в на тайм-сквер и требуют деньги но не требуют а просят я бездомный дайте денег у серёги было 21 он дал один естественно не 20 то что на 20 все рука чу здесь это за флешмоб они все по 85 я будут эти взял как ты считаешь скетчерс тебе не нравится все пошли мне тоже не нравится что я просто надо нужен был человек который скажет что мне скетчерс не нравится короче ребят мы идем по стенке вот так это выглядит серёга песен я тоже не понимаю почему весь трафик идет туда кто-то напишет что трафик там идет туда но там трафик тоже идет туда я тоже не понимаю что происходит почему мы идем против шерсти в левис или левайс здесь оказывается обувь не продают здесь все джинса какие-то тряпочки чем джинсики маечки топики кофточки люди взгляды бросают до тайм-сквер находится и все равно взгляды бросают не люди а продавцы но имеется ввиду люди продавцы здесь обуви нету серёг пойдем здесь обуви нету ладно уже честно говоря желание пропала только покупатель просто надо дойти до этих ступенек получается до сердца самого с таймского и уехать я уже iphone сел samsung тоже скоро сядет пойдем прямо дойдем вот до лестнице уже сейчас разуюсь и босиком пойду пойдем просто туда вот на лестницу ой-ой-ой какая бесстыжесть а вы серёга но я вот перешел дорогу получается 46 и сразу стою вот тут я на самсунге вот 46 я перешел ребят вот отчаянный человек он идет просто в пальто в черном а улиц просто 35 33 но причем без солнца да он в черном пальто тяжеловато много людей с детьми много людей без детей много людей просто так много просто людей на каждом квадратном метре какой-то шоу а мы дошли вот до этой знаменитой лестнице я не знаю куда хочешь купить а нет я хочу просто посидеть и чтобы у меня пятки отдохнули у меня неудобная обувь я в этой обуви жил новосибирске лет пять еще в сша в ней три раза ее одевал а вот ногу про снимают ребят покупайте sony x3000 вашего про ни о чем и и в одно место зайдем хорош да 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 я просто хотел вот до лестницы дошли самой главной просто снял и все все пошли все уходим куда ребята ссылка на мой инстаграм в описании мы сейчас делаем отмечаем таймской это реально самый большой экран желтая вызвал желтая такси изнутри но это вот это неплохо жарко мне мне у меня дует кондиционер прям вообще или это согласую и не пойму да да сэрлс и 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 господина смотри это слад기는 а и О, проснулся. Вот это наше. О, готово. Ты с яйцом заказывал? Жареное яйцо, лапша, курица. Не, когда при тебе готовят, это прикольно. Ну да, еще такой необычный еду для нас нет. Ну да, соевый соус пошел, который мне нельзя. У меня сегодня вечером много чего нельзя. Я сегодня, ребята, сколько нарушил? Сколько не нарушал в течение 30 дней. Но сладко я не пью. Хотя в соевом соусе говорят... У меня фанта, у него вода. Да, у меня вода. Я на самом деле еще так лайтово снимаю, не все успеваю. Всякий трэш как-то в кадр не попадает. Но тут жизнь кипит. Жизнь кипит на каждом углу. Буквально пять шагов и абсолютно другой ритм. Все сильнее и круче. Один квартал отходишь от Таймскуэр и тут уже вот ходят люди, которые не очень себя чувствуют после выпитого или вколенного или вынюханного. Ладно, нарушая запреты мы начинаем употреблять вот эту лапшу с овощами, с курицей и еще с чем-то. С яйцом. Вкусно. Вкусно, вкусно. 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 Манхэттен стайл. Приятного аппетита. Они отличаются. Все мешки мусорные с оранжевыми стикерами, это значит, что они с этой кафешки шок-то-толк и вок-то-толк как-то, как все это называется? Нет, может они просто отличают, что там... Отходы, какие отходы? Ну вот там вот был, вот сейчас мешок выкинул, вот в соседние от тебя мусорки, вот там слева от тебя стоит. Нет, не на улице, внутри. И там скидывали люди просто вот эти коробки. Ну и видимо бутылки там и еще что-то. И вот он вот такой оранжевый стикер наклеил. Потому что вот рядом есть прозрачные пакеты, там никакого стикера нету. Ну вкусно. Сколько стоит вчера коробка такая? Один с долларов? А? Один с долларов, да, стоит коробка? Ну вот полно, да. Двадцать два я зашил. А, ну, а, с напитками. То есть, ну, долларов девять она. Нет, там он напиток. Ну, около девяти. Там ты набираешь, там что тебе надо, они тебе вернутся. Да, неплохо. Чтобы быстро перекусить, неплохо. Лучше во всяком случае, чем Бургер Кинге, Макдональдс и прочая дичь вот эта вот американская, да? Лапшичка, мясо, яичко. Ну, яичко, эгоичко. Ну и соус. Да, кому-то фанта, кому-то водичка. Лапшичка, мясо, эгоичко. Кому-то фанта, кому-то водичка. Что? Что? Вы стоите с экземенем здесь. Здравствуйте. Это все очередь, ребят, на крышу, на рюфтоп, в бар. Для того, чтобы посмотреть Манхэттен сверху. И мусор с запахом. Короче, ребят, представляете, на крышу не пускают вот с этим рюкзаком. Впереди меня стоял пацан с девчонкой. У него была в руках женская, ну, ее сумка. Пустили. А из-за того, что у меня такая, которая за плечи закидывается рюкзак. А? А из-за того, что у меня не женская, не пускают на рюфт. Вот мы приехали туда на крышу подняться, чтобы посидеть на крыше и снять видос. Короче, зашли в Hilton Garden Inn, попросили за типы, за деньги сохранить сумку. Там они, короче, тоже не хотят это делать. Вообще ни в какую. Не пускают ни в какую. Ну, правила такие. Я, правда, не пойму, чем отличается женская сумка без лямок на плечи от мужской. Что он сказал? Он говорит, у нее женская, а у тебя мужская. Я говорю, окей. А в чем проблема? Он говорит, проблема в том, что мы не можем проверить. У нас нет человека, который проверит твою сумку. Я говорю, окей. Но у нее же тоже сумка, да? Вы ее же тоже должны проверить. Да. Он говорит, нет. У нее женская сумка. А ты как, говорит, мужская? Говорит, ты не понимаешь. Я говорю, окей. Я говорю, я тебя не понимаю. Я говорю, наверное, я тебя просто не понимаю. Она пустая. Здесь только у нее взял и за зарядку. У меня зарядка там, да. и для камеры, держалки. Не, свиньи, у меня такие правила, я, говорит, не могу с сумкой. Я говорю, окей, мы ее здесь оставим и потом вернемся и заберем. Он работу, говорит, не берет. Ну да, это уже в гостинице, он говорит, я потеряю работу, если вы мне оставите сумку, камеры кругом, может, ну, тут обычно же как, ну, типа, за деньги. Не, нифига. Смотри, таракан какой. Большой. Сейчас его кто-то съест. Хотелось бы сказать спасибо, что с нами провели этот вечер, день, сутки. Мы вернулись уже наверх, Сереги, вокруг Серегиной квартиры тут. И посмотрите, у нас что играют. На-на-ни-на-на, как это? Татан Лимитед? Да, ну да. Ну, с крыши, конечно, вообще просто от нас получился с этим рюкзаком. Сказал, да. Мне кажется, да. Да, я, по-моему, там место событий снимал. Как раз, когда не пустили. Ну, это бред, честно. У меня вообще рюкзак дорогой, тряпочный. А у нее какая-то кожаная сумка была, а у меня рюкзак тряпочный. Все, ну, уже бар закрывается. Консьерж, 20 паксов. Так мы не только предлагали консьержам, а предлагали и охране. Нужно было бинцовряда. Закопать его под плиты Манхэттена. Серег, ты что встал, мы уходим? Куда? Сейчас я в Южный Бруклин. Ой, в этот, Uber вызов. Я сейчас Uber буду вызывать и поеду домой. Я спать хочу, не уйдет. Бай-бай. Спокойной ночи, Лотов, спасибо.